Субтитры делал DimaTorzok Ну здравствуйте Ну здравствуйте Вы откуда? Я в Новосибирск, а вы откуда? Город Кривый Рог Очень приятно, как вас зовут? Стефания Как еще? Стефания Стефания Нет, Стефания Ну что, не спите в такое позднее время О чем интересно поговорить Не знаю, вот пришла с россиянами побеседовать Ну Это для меня вид Млекопитающих Неизвестный, непонятный Вот пришла Понять Давайте не будем вот это националистическое Вот это типа Не, невозможно Невозможно Ну так невозможно Почему? Ну потому что не получается Не получается Не получается Вот если мы воспринимаем о том, что Ну у нас же идет между нашими странами война Не получается к вам относиться А почему? Война не идет Нормально, адекватно А что идет Так у вас же не идет Так же, как и у нас Не идет у вас война А что идет? Давайте поговорим Ну кто-то разве Кто-то объявлял войну? Ну представляете Вы даже были Не способны Объявить войну А что идет между нашими странами? Так у вас тоже не объявили войну Ну конечно Защищающаяся сторона Не обязана объявлять войну Как вы думаете Что же тогда идет между нашими странами? Давайте, выберите свое слово Так вы уже все знаете все Зачем мы Ну я же тебя спрашиваю Что ты меня приравнишь ко всем? Может я 8 лет в коме был Военная операция Военная операция Что такое военная операция? В смысле что такое военная операция? Это значит частными силами Небольшими Частными? То есть не задействуя полную военную силу То есть если была бы война Частная А что такое частная военная сила? А вы опять перебили? А что такое частные военные силы? Вы же мне задали вопрос Да, а потом я тебя спросил Что такое частные военные силы? Я говорю частичные военные силы А, частичные военные силы Вы меня перебили? Да, да, да Я привыкаю Я тебя буду еще не один раз перебивать Ну понятно Только вы все равно сами первые сольетесь Да, 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 конечно Так вот Так вот Если была бы война Получается По условию военную времени Обязана была бы Россия Ну я говорю просто за Россию Обязана была бы срочников всех ввести У которых У каждого в принципе есть заказан А, нет, не обязана Возвести И, более миллиона Или из Сирии вывести Да, вот это все А она частичная? Нет, не обязана Вводить всех срочников Еще раз? Не обязана Вводить всех срочников Обязана? Нет, не обязана В условию военного времени У нас в всех Нет, не обязана Не обязана Если действующая армия закрывает все потребности То нет, не обязана Обязана Нет, не обязана И в Афганистане, и везде. Да, ну, смотрите, давайте вот... Докажите, почему не обязаны. Потому что я вам только что объяснила, вы прослушали. Объясните, почему не обязаны. Так я вам объяснила, вы прослушали, почему вы прослушали. Вы не сказали. Смотрите, открываем просто понятие, да, что такое война. Ну, давайте просто почитаем, ради интереса. Вооруженная борьба между двумя государствами. Ну, вот вы выяснили, да. И что? Расскажите мне, пожалуйста, разницу между вашей спецабасрацией и войной. А я тогда вам скажу встречи тогда вопросов. Нет, я вопрос задала, я жду ответа на свой вопрос. Нет, я жду ответа на свой вопрос. Я задала вам вопрос, я жду ответа на свой вопрос. Пока я не услышу ответа на свой вопрос, но ваш вопрос, очевидно, я отвечать не буду. Разницу между войной и спецабасрацией. Так вот, еще раз говорю, спецоперации, это то же самое, что ведется и Америкой, и в любых странах мира. Нет, я спрашиваю, не в контексте других стран, еще что-то. Вы очень любите потом это все «Америка, Америка» кричать. Просто расскажи мне разницу между спецоперацией и войной. Достижение определенных целей, естественно. В войне нет целей. В войне есть цели на выживание одной страны перед другой. Нет. Здесь нет. Нет. А как это, давай возьмем в пример, например, советско-финскую. Но мы же выживем. Давай вот возьмем в пример советско-финскую, когда Советский Союз напал на Финляндию. Тут какой вопрос выживания Советского Союза перед Финляндией был? Советско-финскую в каком году, ну как раз, скажи? В 39-м году. Это прям война, ты прям уверена. Да. Какой год? В 39-м. Что, блядь? В 39-м году, когда с немцами воевали? Кто с немцами воевал в 39-м? А что ты хочешь выяснить? Кто с немцами воевал в 39-м? В 39-м начали нападать, получается, на поляков, на Францию. Потом уже до России дошли. Что такое Россия? Какая Россия была? Какая была Россия в 39-м году? Какая еще раз? Какая Россия? Ну, естественно, ты знаешь, какая. Ну, что ты говоришь? В 39-м году? В 39-м году существовала Россия только как Республика Советского Союза. Ты моргаешь, ты врешь. Я вру в исторических фактах о том, что в 39-м году Россия существовала только как Республика Советского Союза. Что, блядь? Какая Республика Советского Союза? Либо Советский Союз, Союз, Солистический Государ. И какая Республика? Республика чего? Советского Союза. Ты думаешь, о чем? Что, блядь? А кто еще в эту Республику? Что такое РСФСР? В смысле? Советский Союз? Ты поняла уже сейчас, о чем ты сказала? Советский Союз? Сам, весь Советский Союз в составе Украины, Белоруссии существовал как Республика? Нет, в составе Советского Союза было 15 республик. Ты сказала сейчас, весь Советский Союз, это была Республика. Нет, я сказала, что Россия была Республика Советского Союза. Союз социалистических стран Это была республика Ты сольешься, да, сейчас? Я тебе сказала Хорошо, надо наверняка тебе иногда звук отключать Для того, чтобы ты концентрировал свое внимание Смотри, я Я не люблю повторять Но для тебя не шибко умного я повторю О том, что я сказала, что Россия Была республикой Советского Союза И в составе Советского Союза Было 15 республик Доступно? Ты сейчас сказала Уже Россия А ты до этого сказала Советский Союз О, боже, какой ты глупый У меня же запись идет Ну что ты рассказываешь Потом твоим россиянам будет стыдно Потом твоим россиянам будет стыдно Смотреть на то, что ты говоришь Давай попытайся не позориться Чтобы твоим россиянам не было стыдно Что? Попытайся не позориться Чтобы твоим россиянам не было стыдно Что еще раз? Ну все, не получается у тебя Будешь, значит, позориться Будет тебе, значит, стыдно Ну ладно Или им будет стыдно Ну за то, что ты их соплеменник Ну то, что ты называл Советский Союз Это республика была Союз социалистических государств Ну понятно, если в ушки долбиться Еще не такое услышишь Это была республика Хорошо, а в 39-м году Советский Союз участвовал Смотри, Советский Союз участвовал в 39-м году во Второй мировой? Во Второй мировой? Смотря в какой части года В какой части года? Ну в конце года он точно уже участвовал В принципе, русско-финская, как ты там говоришь, компания Да А эта часть ты считаешь Второй мировой? Так и что ты хочешь об этом говорить? Ты сейчас копаешься в трусах каких-то, получается Не, очень интересно сейчас, оказывается, разговаривать с тобой об истории Слушай, если ты хочешь поговорить об истории Слушай, а в каком году вообще началась Вторая мировая? Тебе надо с историком говорить Тебе надо говорить с историком Ну у тебя же есть базовые знания Вы очень, скажем так, мастурбируете Любите мастурбировать на Вторую мировую У меня, учитывая от нашего разговора Базы намного больше Потому что хотя бы я институт закончил Да? На кого? На кого? Расскажи мне Специалист по работе с молодежью Государственная молодежная политика Специалист по работе с молодежью Инженер шахтного и подземного проектирования Ну и давай говорить тогда Что ты думаешь вообще? Почему она напала? Ну как ты считаешь? Слушай, смотри Это все равно, что прийти в зоопарк И вот там вот обезьянки И смотрите, думают, почему обезьянки бросаются фекалиями Это абсолютно бесполезное занятие Это очень оскорбительно к Украине Ну конечно, конечно, конечно Что бы еще смог сказать россиянин? Поэтому думать, по какой причине Эти вот соседние обезьянки кидаются в нас фекалиями Не имеет смысл Если тебе прям так хочется узнать Имперские амбиции Воссоздания наверняка Союза империи существуют тогда, когда растет Вот тебе, собственно, и ваши причины захвата территорий Убийства украинцев и так далее Это с твоей точки зрения Теперь и мою могу сказать Ну ты же спросил Ну давай, расскажи мне Как ты можешь представить историю Не-не-не, я тебя спросила Теперь твою точку зрения Ты меня перебиваешь? Конечно, я же тебе сказала Привыкай, я тебя буду перебивать Теперь как раз-таки твоя точка зрения Почему же Россия напала на Украину? Я тебе только что говорил, ты перебила Зачем ты так делаешь? Тебя воспитание вообще учили Я же тебе воспитание у меня не учили Это не предмет какой-то в школе, чтобы меня ему учить Я тебе задала вопрос, жду на него ответ Я тебе рассказал об этом, что я тебе хотел сказать И ты говоришь сейчас, что ты задала вопрос На самом деле я тебе хотел рассказать Но ты передернула и говоришь Я тебе задаю вопрос Боже, ты такая истеричка Ты можешь не истерить, пожалуйста? Переключишься? Ты можешь, пожалуйста, не истерить Откровенно говоря Меня немножечко раздражает О том, что ты стероидного типа И тебя просто Я боюсь за твои За твоё здоровье О том, что у тебя будет жопа так сильно гореть Поэтому успокойся, кипкаун Ну, будем откровенно говорить Как я и говорю Нам же пофиг Кто, что, там, что Конечно Вот поэтому я тебя и спрашиваю Специалист по работе с молодёжью Твоё мнение Почему твоя молодёжь За что? За что твоя молодёжь Умертвляется в Украине? За какую идею? Ты уже передёрнулся с другого вопроса Я ещё не про то не рассказал Смотри, ну всё Ты очень сильно долго мнёшься Мне уже стало неинтересно Поэтому я у тебя, как у специалиста По работе с молодёжью Спрашиваю, какая За что твоя молодёжь Умертвляется в Украине? Нет Мы пока не ответили на один вопрос Ты никуда с этого не сольёшься Или переключайся Иди ищи полез Ну давай, побыстрее, пожалуйста Как трахаешься, так и говори Трахаюсь? Откуда ты знаешь, как я трахаюсь? Подозреваю От чего? Давай дальше Неинтересно Почему? Неинтересно Ну ладно, мы к этому вернёмся Ну как бы Украина сейчас Это как Куба В своё время Когда Когда Россия Размерит Такая типа Куба говорит Мы тут сделаем переворот Туда-сюда Россия такая Мы-то приглашаем Россию Она здесь разместит ракеты Американцы такие Что, блядь? На нашем заднем дворе Вы охуели, блядь Какой ваш задний двор? Ваш задний двор Это вон Задний двор Америки, глупенькая Ваш задний двор Это Какой-нибудь там у вас Север Задний двор Америки Это какая-нибудь Аляска Поэтому То, когда ты общаешься аналогиями Ну ты слишком глуп, чтобы Подобрать достойную аналогию Не получается А как ты относишься к тому, что Американцы даже сами заявили Они потратились ужасно много денег На ваш переворот Законной власти Законно признанной в мире Кто это заявил? Ну, да Они просто перевернули Вашу власть Кто это заявил? Ну и что? И к чему пришли? Кто Это Заявил? Полпред Когда он это заявил? Да похую Нет, давай разговаривать предметно Ты найдешь и проверишь Нет, потому что ты сейчас Очень сильно перепутал Потому что это как раз таки Ты путаешь интервью Женщины Это там секретарь Секретарь Блин, я сейчас не вспомню Нэндон и Блинкин Как ты его можешь вспомнить Как ее это, которая с печеньками? Не она Да-да-да-да Вообще не она Да-да-да-да-да-да-да Это единственное заявление Которое Ну, да 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 А, в оригинальном языке Политический представитель? Ну Конечно Ну, да А что бы им Завелось так прекрасно? Ну, хорошо То есть ты смотрел на английском языке? Да Даже вот так посудить Ты смотрел на английском языке? Ты смотрел на английском языке? Я тебя спрашиваю Я английский прекрасно знаю Ага Ты включи тогда на английском Скажи, пожалуйста, что такое Конкашн? И попробуем с тобой перевод Попробуем с тобой перевод Что такое Конкашн? Включи на английском Что? Еще раз На английском Конкашн У тебя вообще неправильное произношение Конкашн Конкашн? Нет Конкашн, говорится Какой какашн? Кон-кашн Кон-кашн Конкашн Нет, не конкашн Конкашн Бля, я даже не буду в этом участвовать Ну, ты не знаешь, как переводится конкашн Ну, у тебя очень ужасное произношение Конкашн Да, ну так и читается Конкашн Хорошо, давай Что такое Пусть будет А что ты сливаешь? Погоди, я конкашн Эггплэн Эггплэн Конкашн Как пишется? Как, как, конкашн пишется? Конкушн Я так полагаю С-К-Н-С С-О С-О-Н С-У-С-С-А-И-О-Н А при чем здесь О в середине? Конкашн Ты сказала Конкашн А при чем здесь О в середине? Ты там сказала Произношение слова С-И-О-Н С-И-О-Н-С-И С-У-С-С-И-О-Н Конкашн Ты знаешь, как ше вообще по-английски Это читается как конкашн В английском языке Ше считается как эс и аш Хорошо Ну тут тебе ничего не рассказать Скажи, пожалуйста, что такое Эггплэнт? Эггплэнт Да насрать, я уже понял Твои знания по-английски Эггплэнт Вот это получается как Пишется как яйцо растения Давай не будем дальше вот это вот участвовать Этого тоже ты не знаешь Твои знания английского И Конкашн рассказывает мне о том, что Ну давай вот базовое Давай базовое что-нибудь Такое прям супер базовое Давай пусть будет стяэс 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 Пишется как стайэс Что это такое? Стяэс Стяэс Короче Пишется как стайэс Давай не будем с английским Потому что ты здесь явно не везешь Ну хорошо Переведи мне диван Вот ты на диване сидишь Как будет диван? Я не хочу ничего Как будет диван на английском? Ты должна сама выучить Я тебе не верю абсолютно ни капельки о том, что ты смотрел его обращения, политического представителя Америки на английском языке, потому что я очень сильно уверена в том, что ты абсолютно не знаешь английский язык. Как ты относишься к этому всему колониальному? Потому что у вас в 2013-е всё... Главное накидать, понимаете, говна на вентилятор. Эй, какого говна на вентилятор? Нет, это я не тебе. Я вообще-то не про говно на вентилятор, я говорю, как ты относишься к этому? Что, к чему? К колониальному. Ну, колониальная вот эта история. Добавь, пожалуйста, ещё слов для того, чтобы стало понятно, вот, какой вопрос ты задаёшь. Пока непонятно, какой ты вопрос задаёшь. Ну, пока что ты отключаешь только звук, и поэтому непонятно никому. Да-да-да-да-да-да. Единственное, что понятно людям, то, что ты, ну, не шибко умный. Это пока всё, что понятно. Добавь каких-нибудь ещё слов для того, чтобы стало понятно, что ты спрашиваешь. Да, конечно. Я же язык-то не знаю, ведь меня учит конкашн. Ну, ё-моё. Ну, я тебе так скажу. А чего ты думаешь, что вот возвращение вот этот, ой, возвращение, приход в Евросоюз, вам что-то кто-то даст? Если вы уже получаете... Так, слушай, был вопрос про что-то колониальное. Как колониальное. Ну, вот что-то колониальное, да, у вас такое сейчас. Кому нужна колония богатая? Колониальная. С производствами. Что значит, мы чья... Не совсем понимаю вопрос. Что мы чья-то колония? Ну, естественно. Чья колония? А как-то там или нет. Кто-то перевернул там что-то у вас там. Кто-то сейчас за всю вас спрягает, хотя вы вообще нахрен не в НАТО. И заводы... Я вообще просто половину диалога не вдупляю вообще, что ты врешь. Да, да. Специалист по работе с молодёжью. Ну, интересно, да. Вот с работы получается так. Знаешь, интересно. А ты вообще знаешь вот о структуре? Мне всё интересно было. Структура у вас такая. Как же она? ЦИПСО. Когда она открылась? И при каких условиях она открылась? Конечно, знаю. Это закрытая информация. Потому что я работаю в ЦИПСО. Она открытая информация? Она есть в Википедии? Нет, это неправда, то, что в Википедии написано. Я сотрудник ЦИПСО. Чего ли мы не верим в Википедии? Американскому... Я сотрудник ЦИПСО, поэтому я знаю, какую информацию можно распространять. Она в 2004 году открылась? Ну, послушай меня. Нет, не в 2004, раньше. После первого Майдана? Нет, раньше. В 2004. Раньше. При поддержке? Раньше. Центр психологических операций? Раньше. Раньше открылась. Ну, что ты меня спрашиваешь? Тогда все было верно. Смотри, я тебе сейчас сразу объясню. Тогда все открылось. Смотри, я тебе сразу сейчас объясню. Я сотрудник ЦИПСО. И я как сотрудник ЦИПСО не могу распространять эту информацию с моих уст. Запрещено это говорить, понимаешь? Поэтому я тебе просто скажу о том, что открылась раньше. Я не могу тебе распространять внутреннюю информацию. Потому что я являюсь официальным. Я с тобой спорить в этом плане не буду. Конечно. Почему Центр психологических операций, но не психологи, простые психологи, Центр психологических операций? Против кого, когда у вас там все мирно было? Слушай, закрытая информация. Или раньше было. Закрытая информация. Согласно должностной инструкции, не могу распространять. Должностной инструкции расписано о том, что внутренний статут я не могу распространять. У тебя даже обсессивный компульсивный, потому что ты моргаешь. Ты сомневаешься, что ты не веришь? Обсессивный компульсивный. Ой, ну давай, ну давай. Расскажи мне, расскажи мне, пожалуйста, детально про обсессивно-компульсивное расстройство. Расскажи мне про ОКР. Расскажи мне про ОКР, что это такое. Ну, ты моргаешь, ты опускаешь глаза, кто-то... А люди не моргают. У меня чат открыть, Зайка. А зачем моргать-то тогда? Когда ты говоришь о Цапсо. Я когда вообще о чем угодно разговариваю, я моргаю. Это нормально. Люди моргают. Нормально, когда вот так я разговариваю, я нормально. Люди, у которых линзы моргают, моргают. Люди с плохим зрением моргают. Люди с хорошим зрением тоже моргают. Человек, когда моргает, он увлажняет глаз. И это абсолютно нормально. Понимаешь? А как моргание относится к ОКР? Моргание? Да, к ОКР. Это то, что подсознательно. То, что мы не можем как-то вообще, в принципе, изменить. Когда мы говорим, когда мы говорим в том, что мы уверены, мы вот ведем себя вот так. Мы не моргаем. Мы спокойно себя ведем. Ну, может, пару моргов. А когда мы сомневаемся, мы не знаем, что так бывает. Или относим глаз, или вот так вот терем нос. Да ты что. Да ты что. Я как будто вернулась в какой-то 2010 год, где перечитываю книгу «Язык тела движений». Обалдеть. Человек моргает минимум 30 раз за минуту. Это нормально. Нет. Ты училась в институте в каком-то? Да, в каком-то. В каком? Криворожский национальный университет. Чем он занимается? Я тебе тоже могу сказать. Педагогический университет. Забокальский педагогический университет. Ну, значит, там обучают педагогов. А у тебя где в Криворожском отличают? Криворогов, что ли? В Криворожском национальном университете существует множество специальностей. В большинстве своем это технические специальности. Это инженеров выпускает университет. Ну, есть, конечно, и экономисты, но в основном инженеров. Ну, ты экономист или инженер? Я инженер. Ну, понятно. Ладно. Все. Я же тебе уже сказала, я инженер шахтного и подземного строительства. Ты не говорила. А также инженер гражданской обороны. Я прекрасно все слышу, и ты не говорила. Ну, это я, конечно, сомневаюсь в твоих способностях. Ну, да ладно. Диалог был долгий, и я тебя смогла узнать, как никто. Конкашен, я не сомневаюсь. Конкашен. Ну, ты не говорила. Правильно, конкашен. Конкашен. Так американцы не говорят. Конкашен, говорят. Конкашен. Конкашен. Хорошо, в слове гостиница, вот, как будет слово гостиница на английском? Насрать мне, как я понял уже. Вот куда там ударение ставится? Это hotel или hotel? Я уже понял, с кем я говорю. Computer или computer? Я в английском смысла нет. Computer или computer? Получи. Computer или computer? Hotel или hotel? Это простые вопросы, просто куда ставится ударение, ты не понимаешь? Ты здесь зашла, говоришь. Скажи, пожалуйста, а на английском языке разговаривают только американцы? На английском разговаривают многие. Многие. Я тебе где-то заявляла о том, что у меня американское произношение. У меня, скорее всего, произношение ближе к британскому. Но конкашен будет что там, что там. Да, конечно. Да, конечно. И там не очень много разниц. Больше, конечно, в британском будет инговое окончание глотация. Некоторые слова не так могут произноситься. Но конкашен, что там, что там. Хорошо. Ладно, конкашен. Как ты относишься вообще к Белгороду? К недавнему. Никак не отношусь. Это ваш город. Почему я должна к нему как-то относиться? В смысле, и с той стороны, и с другой есть люди? К вашим людям... Ты опять моргаешь. Да, 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 да. И закатываешь вот так глаза. Да, да. И что значит, когда человек закатывает глаза? Для тебя неудобная тема. Да ты что? Снова смотри, снова стало неудобно. Обалдеть. Человек, когда закатывает глаза, он о чем-то думает. И воспринимает что-то, и собирает слова, чтобы как-то сказать. Да, конечно, помогает. Попробуй, попробуй. Возможно, ты начнешь думать. Это очень интересное упражнение. Я к тобой веду. Так вот, смотри. Получается, вот к людям Белгорода не испытываю никакой абсолютно эмпатии, как, в принципе, и ко всем россиянам. Начиная с 2014 года, то, что вы делали на территории Украины, к вам нет, как у вас был такой фильм, да, сволочи, ни любви, ни тоски, ни жалости. Так вот, ни любви, ни тоски, ни жалости к россиянам. Поэтому абсолютно индифферентно, что там происходило в Белгороде. Доступно? Да, а ты вообще видела вообще? Ты конкретно знаешь, о чем вообще говоришь-то? Ну, о чем? О том, что у вас там что, ракета отстегнулась? И людей в Белгороде убило? У вас так говорит? Ну, или за что? За какую именно ситуацию? Там много каких-то ситуаций было. Да, да, конечно, понятное дело. Простая ситуация. Просто залповым огнем с растопными снарядами, пар новогодней елки, где мамочки с детьми гуляли. Где там военных тогда и не было в Белгороде. Нормальная тема, да, конечно. Как жаль. Как жаль. Как жаль. Как жаль. Да, то есть получается, что из Белгорода практически ежедневно обстреливают Харьков. А это надо было проглотить. Да, 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 да. А в Харькове обстреливают... Ну, там же тоже. Там вот эти вот известные всем эти девятиэтажки, наполненные полностью военными и разными там, я не знаю, там заводы по производству БПЛА. Ну, всем известный Салтовский завод. Все его знают. И получается, что обстрел же был ночью, а что ночью мамочки с детьми на елке делают? Вообще, он не ночью был, он днем, есть видео с камер, и по новогодней елке, там же явно стоит контингент, он стоит новогодняя елка, там оттуда прям прилетала. Ладно, 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 я тебе признаюсь честно. Охуй. Вот в том-то и дело расчеловечивание идет. Расчеловечивание. Да, так получилось, что россияне нас расчеловечили. Вы нас расчеловечили, но, получается, пожинайте плоды своей работы. Мы вас расчеловечили? Конечно, конечно. Это же вы стали создавать национальную... Мы теперь не испытываем к вам никакой эмпатии, поэтому то, что происходит с вами, мы очень много сопереживания проявляли по отношению к россиянам, когда у вас там зимняя вишня горела, когда у вас там была в школе, да, там дети погибли, еще что-то, когда там в Беслане была трагедия, было очень много сопереживания россиянам, было очень много поддержки и так далее. Но вот как-то, знаешь, все наконец-то стало на свои места, мы открыли глаза, поняли, кто такие россияне, и теперь для нас просто вот считай, что для нас вас не существует. Вы стаёте для нас видимыми, только когда приходите на нашу территорию с оружием, только в этот момент вы становитесь видимыми, потому что вы становитесь целью. А россияне, которые вот там вот за поребриком вы живёте, вы для нас никто. вас для нас не существует и не будет существовать, ну, два или, может быть, даже три поколения. Мои дети точно не будут знать вообще, что такое Россия. Учитывая, что она на границе с тобой. Без разницы. Без разницы. Они будут знать, что это страна какая-то на границе, и всё остальное они знать не будут. Интересно, почему ты говоришь за всех украинцев? Потому что у нас нет вариантов сейчас. Имею право. Какое право? Кто тебе его дал? Право сильного. Я здесь другими говорил, как бы, с адеситами. Очень приятные люди. Вот за тебя была девчонка. Очень интересная. Я с ней прообщался два часа. Охотно тебе поверила, но я уже в начале диалога поняла, что ты, ну, пиздобол. Поясни тогда за пиздобол. Ты сможешь скидаться за свои слова? Ой, да. Ну, разъясняй. Слушай, ну, для людей, которые будут это смотреть, особо не требуется, потому что ты и твои... Слово должно... Какие пацаны, боже! Ты вот это вот со своими дворовыми сериалами вот туда и к пацанам возле гаражей вот такими понятиями кидаться. Для людей, которые будут это пересматривать, для них и так будет всё понятно о том, кем ты являешься. Даже в самом начале, когда ты пытался что, газлайтить, переворачивать как-то мои слова, ещё что-то. Поэтому, да, это просто обыкновенное умозаключение. Так вот, да, имею право говорить за многих украинцев о том, что для нас вы не существуете. Достаточно находиться внутри государства, чтобы понимать среднюю температуру по стране и среднее настроение среди людей. о том, что вы, ну, как вы любите говорить, шерсть. Интересно. Очень неинтересно. Мы так вроде не говорим, но вроде это ваши ребята переплывают реки, и явно не всё так очень просто. Переплывают реки, чтобы... Посмотри видео, как ваши ребята перебегают границу в Грузии. Нет таких границ. Нет такой профессии. Есть такая профессия? Надо посмотреть. Надо... Давай, скажи. Надо... Я же тебе говорю, я тебе уже сказала, вводишь... Да просто в гугле введи, где как перебегают границу... Как россияне перебегают границу в Грузии. Давай наберём. Прикинь, у нас есть так-то... У нас так-то есть свободный выезд в любую страну. Зачем перебегают? А что перебегают? Непонятно. Давай посмотрим. Ютуб. У нас свободный выезд из страны, в принципе, сейчас. И в Казахстан, как на товарняках ездят. Вот в Заказахстан, ты тут точно не знаешь. Я рядом с Казахстаном. Шесток километров. Тут точно такого нет. Это рядом? Шесток километров отряд. Это очень рядом. Это очень рядом. Понятно. Рядом Монголия, там, да, да. Всё вот это рядом. Рядом просто нету дорогих городов. Ну, такие есть деревеньки. Так. Россияне переезжают, перебегают... Как там, территорию... Погоди. Как ещё раз назвать? Блин, человек, ты же рассказывал, что у тебя высшее образование. Ты работаешь с молодёжью. Вот я молодёжь. Говори, говори, как мне найти видео? Ну, я что, тебе попугайчик? Как найти видео? Я тебе что, попугайчик? Вспоминай, что я тебе говорила. Россияне переходят границу... Блин, это было минуту назад. Россияне переходят границу. Давай посмотрим видео хоть одно. Как потерять около десяти слов? Ну, это же YouTube же. Это же, в принципе, YouTube. Да, я тебе сказала о гугле в виде. Так, жизнь за границей, российский паспорт, шок поляки о русских, чё там российские картины... Прикинь, нихуя нету! Ну, я не удивлена, я не удивлена. Если бы россияне смогли что-то искать и находить, вот тогда бы я удивлялась. А о том, что ты не смог ничего найти, меня это не удивляет. На том, что я на YouTube не могу найти... Я тебе что сказала сделать? Открыть Google и ввести в Гугле. А оно выбивается в первых трёх строчках. Один хер, YouTube. YouTube и Google это разные платформы. Я тебе сказала открыть Google. Я тебе сказала открыть... Я тебе что сказала открыть? Google и YouTube это разные платформы. У Гугла есть контрольный пакет акций YouTube. Это одна и та же хрень. О, Боже, прикинь. Всё, это тупо. Это, 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 это дуже тупо. Это, Боже. Я не знаю, как у вас. У меня было ощущение, пись, вот, под часть этого диалога, что я сижу и тупею, поняли? Что я с ним пока разговариваю, я тупею. Это плохо. Жех. Так, не забудьте поставить вот тут знижену свою уподобаючку. Ты тканьте уподобаючку. Если вы не подписаны, подписывайтесь. Будем смотреть это вместе. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...